Книга судей, глава шестнадцатая Также встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Долида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе зато каждый тысячу сто сиклей серебра. И сказала Долида Самсону, — Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей, — Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказал ему, — Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережет ее огонь, и неузна сила его. И сказала Долида Самсону, — Вот, ты обманул меня и говорил мне ложь, скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей, — Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. Долида взяла новые веревки и связала его и сказала ему, — Самсон, филистимляне идут на тебя. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Долида Самсону, — Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей, — Если ты вотчешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоди. И прикрепила их к колоди и сказала ему, — Филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Долида, — Как же ты говоришь, — Люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказала мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, — Бритва не касалась головы моей, ибо я назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. Долида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, — Идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Долида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, — Филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, — Пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться. И сказали, — Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, — Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали, — Позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, — Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал, — Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своею, а в другой левою. И сказал Самсон, — Умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом во гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля двадцать лет. Субтитры создавал DimaTorzok